Мы благодарны нашему Господу за то, что Бог продлил нашу жизнь и продлил желание сердца нашего, чтобы идти и слушать Слово Господне, о котором сегодня было подчеркнуто, что это то Слово, которое поставлено превыше всего. И брат Сережиевич мне подчеркнул, что когда в вечности произошел этот разговор, то этот погибший человек, уже испытавший сам на себе, что такое ад, это, кстати, еще не гиена огненная, это просто ад. А гиена огненная нечто будет гораздо более страшное, это временное место, это временное мучение. А в конце концов написано, что смерть и ад будут повержены в гиену огненную. Там будет что-то гораздо более страшное, чем сегодня есть на самом деле. Этот человек, конечно, осмотревши свою жизнь прошлую и понявши свои ошибки, уже все-таки переживал там за своих родных, которые на земле остались. И он требовал чуда. Вот если мертвый придет, то поверят тогда люди. И Авраам ему сказал, а Господь сегодня нам говорит, в Писании говорит, написано, говорит, если не верят Моисию и Слову Божию, то если даже мертвый придет, не поверят. Мы тоже иногда ожидаем каких-то чудес. Нам не очень-то хочется верить в Слову Божию, если оно вообще не совсем приятно нам. Вы знаете, не всегда Слово Божие приятно нам бывает. Когда оно обличает нас, когда требует от нас ограничений каких-то, мы пытаемся доказать, что оно не совсем то. Это надо понимать по-другому, или это уже отжило что-то, или еще что-то. Но Писание говорит, и может тоже требовать каких-то чудес. Но мы сегодня благодарны Господу, что у нас есть твердое Слово Господне. Оно всегда было твердым. И когда евангелисты писали, и когда писали послания апостолы, но в первое время, наверное, более сомневались. Как раз вот время закона отошло, и кто его знает, что Матфей там написал. То мы уже сегодня пережили века, уже у нас сегодня нет сомнений, что что-то не то. Утвердилось, укоренилось. И мы сегодня не сомневаемся, что то, что написано в Священном Писании, оно является истиной. Если бы мы жили, наверное, в первый век, или первые десятилетия, тоже, наверное, шатались бы, потому что видели бы. Но теперь уже мы имеем великое преимущество. Уже сегодня христиане, они уже не спорят. Уже как тут вложилось все в сердце. Правда, есть динаминация, которая держится, и что Ветхого Завета частише. Ну, а в общем-то, мы понимаем хорошо, что вот это евангельское слово, деяние апостолов, послание – это истинное Слово Господне. Это не просто письма, да, это письма, с одной стороны, но, с другой стороны, они также были проконтролированы и также были продиктованы, как в свое время это было сделано Светким Заветом, как в свое время книга Моисея «О бытие» говорит. Это удивительная книга пророческая. Ведь в Моисея не присутствовало при творении. И действительно, это был величайший из пророков. Вот эта книга, вся книга Моисея его написана, он писал по откровению, которым Бог ему дал. Он же не присутствовал, не жил, когда Господь творил небо, землю, свет. Он просто воспринял это так, как Господь дал ему. И это настолько сегодня твердая истина, что наука пыталась вовремя поколебать Библию. Но если впоследствии какие-то законы открывали, и о них где-то было в Библии написано, они полностью совпадали со Словом Божиим, с этими библейскими повествованиями, с книгой «Бытие», «Исход» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я помню в свое время, все время, и что в мое время, где-то в 71-м году, я в 71-м году покаялся, то все оспаривали, были евреи в Египте или не были. Но потом открыли археологи, что были. Одно из семитских племен, в самом деле, о чем Зенон Козидовский писал, да, это такая книга «Библейское сказание», это был польский писатель. И он показывал, что да, были. Одно из семитских колен, оно было в Египте. То есть подтвердилось то. Но сегодня находят на глубине этого Черного моря и колесницы эти египетские, уже заросшие илом, ну, находят то, что в самом деле в Библии написано. Поэтому у нас сегодня нет никаких, так сказать, аргументов на то, чтобы опровергать Слово Господне. Поэтому хочется вот то, что мы сегодня слышим и читаем, что оно было нами воспринято не как Слово Божие, которое можно прослушать, а после думать, надо его исполнять, не надо, так оно или не так. Но если Слово Господне о чем-то нам сегодня говорит, то, учитывая то, что Бог не меняется, святость Его не меняется, то и сегодня это Слово Господне, ну, достойно того, чтобы принять его до последней иоты. И предупреждение принять, и советы, и обличение различного рода. Я как-то вот обращал внимание, очень часто ссылаются у людей, это уже ветхий завет, ветхий завет, ветхий завет. Но если так вот исследовать, то буквально все моральные законы, законы взаимоотношений, они полностью процитированы в той или другой форме в Новом Завете, в посланиях. Разве только речь не идет о символических, там сказать, прообразах, потому что уже не надо ягненок, уже Христос сам был, не надо, допустим, этого таза большого или моря того медного, есть Слово Господне и так далее, есть жертвенность, а все остальное, ну, процитировано. Она все подтверждается, за что мы, конечно, благодарим Бога. Поэтому, исследуя книгу пророка Исаии, кстати, его называют пророком Нового Завета, он о Христе очень много написал, о будущем времени, о страданиях, и нам, конечно, не безразлично, как сегодня мы относимся к тому Слову Господне. И я думаю, что вот в этих первых главах, которые мы прослушали и на которые обратили внимание, много нашли для себя, ну, на что надо обратить внимание, где надо остановиться. Потому что написано, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И Он не может сам против себя учить или сам против себя опровергать, оно все одно с другим сходится. И поэтому я обращаю внимание, и в прошлый раз, когда был разбор, обращал внимание на то, что Писание есть одну такую истину, высветило довольно серьезно. Мы говорили о земле за уловной и нефалимой, и было сказано, она была унижена, но будет выизвеличена. И за счет кого? За счет того, что там будет жить Иисус Христос. Знаете, из чего они и церкви наши, и семьи наши, они известны только тогда, когда в них живут те люди, в ком действует благодать Божия. Как только эта благодать Божия или нет ее, или она утеряна, то и церковь, и семья, и человек, они лишаются той ценности, которую они имели тогда, когда на них почувала благодать Божия. И это нам надо знать. Почему Господь все время обращает внимание наше, прибудьте в любви моей, прибудьте в благодати моей, потому что до тех пор, покуда мы в благодати пребываем, мы нужны Господу и нужны людям. Если только мы ее потираем, то мы никому не нужны. Мы никому не нужны тогда. Поэтому, когда Господь советует исполняться Духом, исполняться благодатью Божию, это не просто слова, не просто желания какие-то, бессмысленные, они имеют определенную ценность, такие советы, потому что они позволяют нам быть ценными в народе Господнем, в глазах Божьих и плодовитыми для дела Господня. Поэтому пусть Господь поможет нам не относиться так, к Павлам в нашем времени, как в свое время относились те люди прошлого. Вы помните? И говорили, что он проповедует не то, что надо. И говорили, что он деньги сшибает, забирает. Помните? Он оправдывался, я говорил, я бы мог не оправдываться, но в связи с тем, что учение может подвергнуться унижению, то я говорю, должен оправдываться. Я представляю, если бы Павел это один из тех, кто украсил учение Христово. Вы знаете, есть такое местописание, чтобы вы были украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Помните такое местописание Священного Писания? Так вот человек, который несет Евангелие, христианин, он может быть украшением учению и поношением учению. Я уже не говорю о той золотой серединке, которая и пользы не приносит, и вреда. Это, конечно, такое вот среднее. Ну, незаметный человек, ни то, ни другое. Но есть две крайности, когда человек, который потерял благодать, может быть, поношением для учения, и который живет в этой благодать, говорит, украшение учению. Поэтому хотелось бы, чтобы в действительности не было такого отношения, как было к апостолу Павлу. И я однажды высказал такую мысль, если бы к апостолу Павлу относились немножко не так, как к нему относились, сколько больше он мог бы сделать? Сколько он больше мог бы сделать? Но он не мог. Он говорит, я должен кормить сам себя, я должен работать, потому что вы же не понимаете этого. Вы не понимаете этого. И потом вот здесь написано «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живой стране тень и смертный свет высияет». Ну, и я напомню об этих радостях, которые должны быть у нас, и о чем мы должны радоваться. Это третий стих. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». Это две основные радости, которые должны призабиловать в жизни христианина. Это жатва. Жатва может быть двоякой. Вы знаете это предупреждение. Говорит, «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, ибо что посеет человек, что, то и пожнет». Нам бы не хотелось бы, чтобы этот закон действовал. Мы готовы сегодня убеждать себя и других. Ничего страшного, там подумаешь, там и сделал. Я такое слышал в наше время, когда в одну церковь маленькую заехал, а там и жаловаться начали, что пастор так вот, что вы боитесь? Подумаешь, делал что-то. Ну, на колени, прости Господь, да и пошел дальше. Ну, правильно. Для меня, может быть, я обидел брата Славу. Для меня, может быть, Слава, прости, ты побежал, а он будет долго после этого вставать на ноги. Я могу удивлять, а что, так вот подумаешь, ну, сказал, ну, сказал. Ну, и что, что сказал? Господи, прости! Ну, прости, то прости, а последствия все равно остаются на ком-то. Были бы мы одни на земле? Вы помните, даже, когда мы Исаию вот читали предыдущие главы, то я обращал внимание на предупреждение Господне. Оно в чем состояло? Господь, так сказать, упрекал этот народ или обращал, вы живете так, как будто вы одни на земле поселены. Помните? Как будто больше никого нет. Вы одни, все для меня, все вокруг меня, а я никому ничего не должен. Господь говорит, вы же живите не так, как будто вы одни поселены, вокруг вас люди, которые наблюдают, думают, анализируют и так далее, и так далее. И вот эта мысль, она сквозит и сегодня. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобой, как веселяться во время жатвы. Я не думаю, что все, что мы пожинаем, радость нам вселяет. Не все. Иногда плачем от того, что пожинаем. Ну, и кто знает, что больше произобилует в жизни? Добрые, за которые радость Господь дает, или плохое, за которые приходится слезы проливать. И хорошо, если мы себя на должном уровне держим, понимая это. Не обвиняем, Господи, Господи, что ты меня наказываешь. Почему ты со мной так поступаешь? А думаем, ну что, что посеял, то жну. Ну, уже ж надо жать. То мы же так не думаем. Я сегодня не прошу поднимите руки, кто так думает. Во всяком случае, наверное, никто их не поднимет. Но во всяком случае, я проценту на 90 понимаю. Когда приходят скорби, переживания, не думаем, что, Господи, благодарю Тебе, что я наконец жну то, что я посеял. У нас, первое, Господи, а что такое? А почему это так? А что для меня больше надо, чем для других? Вот обычно в этом разрезе думаем. А то, что это жатва того, что сеял, наверное, редко думаем этим себя успокаиваем. Почему я говорю надо себя этим успокоить? Потому что жать той или другой меры придется то, что посеяли. Но уже, коль я пожал то, что посеял, то уже больше жать этого не буду. И мы дальше будут, впереди у нас еще главы, где-то мы затронем. Когда там будут звучать такие слова? Горы тебе опустошитель, который что не был пустошаем. И горы тебе грабитель, который еще не грабили. То есть, если меня грабили за то, что я грабил, то я уже пережил. А у тебя еще все впереди. То я уже в лучшем положении, потому что у меня уже прошло. А у тебя уже впереди все еще. поэтому давайте понимать вот эти вещи все и, может быть, не всегда роптать, не всегда думать, что это как наказание какое-то. А если так вот рассмотрим, я не знаю, как в процентном отношении это звучало бы. Наверное, это трудно сегодня исчислить, но, скорее всего, наверное, процентом на 70. Вот наши неприятности не исходят от того, что Бог судится. Допустим, 30% условного, это не значит, что ты истинно пощадь не инстанции, может, где-то будут отклонения. Но 30% но, Бог судится. А остальные с чем решают? Это ну, что, что пощадил. И, так сказать, стою под определением, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Давайте и дастся вам. Мирою доброю, утрощенную, нагнетенную, осыплют вам лоно ваше. Доброе осыплют мирою, доброю, угнетенную, и плохое тоже так, не один к одному. Хотя, если мы каемся, хуже всего для тех, кто делает зло и не раскаивается в этом. Думаю, что он делает правильно все. Вот это будет по полную меру. Не то, что расплата, а, как сказать, жатва. Но я понимаю, что тот, кто сделал, что, но после плачет, просится, то уже, наверное, не будет, на все сто процентов жать. Но, тем не менее, что-то придется все равно пожать. Потому что это закон, который никто не отменял. Который никто не отменял. Он будет веселиться пред тобой, как веселяться во время жатвы. Когда я вот это говорю, конечно, хотелось бы, чтобы жатва в своем большинстве была приятная. Потому что здесь так написано, как радует проразделие добычей. Ибо ярмо, тягочившее его, и жест, поражавший его, и трость притеснителя, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Вот это тоже очень интересное место. Я в прошлый раз на нем очень мало становился. Сегодня так подумал, ну, наверное, надо чуть-чуть поглубже. Почему это возможно будет? Потому что здесь Господь говорит так, ибо ярмо, тягочившее его, и жест, поражавший его, и трость притеснителя, ты сокрушишь, как в день Мадиама. То есть Господь здесь вступается за свой народ. Но на что хочу обратить внимание? Прежде всего, на ярмо, на жезл. Вы помните такое местописание? Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. И первое, что сделал Господь со своим народом земли египетской, он говорил так, я вас выведу из-под иго египетского. Вот само слово иго, оно имеет свое значение. И оно означает, значит, угнетение или порабощение злой силой. Вот такое прибылье, это слово иго означает. И Господь говорит, сначала тебя из-под иго уберу, а потом уже из-за рабства. И есть такое понятие, вот здесь тоже отмечено, жезл, поражавший его. Это то же самое, что иго, это вот злая, угнетающая сила. И сегодня для нас это дьявол. Сегодня мы обычно видим людей, которые вредят. Но мы часто не обращаем внимания на одну истину, кто стоит за ними. И как правило, в чем наша ошибка? Мы воюем с людьми, а не с самим дьяволом. Вот это наша проблема. Людей не любим. Мы терпеть не можем их. Почему Господь любил людей? Он не любил греха, а людей любил. Он всегда видел, кто стоит за этим человеком. Я помню, ни один раз мне Бог говорил, не обращай внимания на то, что говорят, ты знаешь, кто стоит за этим. Потому что постарайся сквозь человека увидеть, кто стоит. И удар направить не на него, а на того, кто им командует на сегодняшний день. А вот мы часто, как правило, забываем об этом или сказать, не знаем, это будет неправда. Наверное, это ускользает из поля нашего зрения. Мы, как правило, можем о человеке говорить что-то. А на самом деле, очень часто оказывается, надо иметь в виду не человека. Я не раз говорил, вспоминал, когда мы еще были студентами, всякие студенты были. Я помню, я говорил, и воротники срывали, и шапки снимали, и так далее, и так далее. Но когда стоило поговорить с ними, вы знаете, что оказывается, что-то доброе было вовсе самых-самых-самых. И я помню, еще раз напомню, это же был где-то 68-й год, это было время, и что, не помню, уже Брежнева или Хрущева, я уже не помню это время, но это было время атеизма. И вот самые вот такие вот были две группы наши, которые первые были две, 10-11, они головами работали, а вот 12-13, эти группы были, там руками и ногами, и в спорте кругом отличались именно вот эти. И при всем, потому что такие были, когда одна из наших студентов, я хорошо помню ее имя, фамилию, еврейка по национальности, когда встала в классе в аудитории и открыто сказала преподавателю атеизма, а что вы не говорили, а я знаю, что Бог есть. Вот представьте себе, вот эти люди, которые казались, в головах, как сегодня говорим, никто не засмеялся, никто не донес никуда, а вы знаете, в то время сказала вот так открыто, вот мог действительно выехать, запросто, от ничего делать, и никто не вышел, не засмеялся никто, из самых-самых-самых вот таких, поэтому я просто о чем веду речь, чтобы когда сегодня мы перед собой видим людей, которые может быть нам очень сильно докучают, которые неприятны для нас, в самом деле не могут делать много неприятного, все-таки давайте направлять свое невозмущение, я не знаю, как это выразить, но все наши действия не против людей, а против тех демонических сил, которые часто скрываются за ними, и вы это увидите, самые такие моменты неожиданные для вас, когда самые-самые люди, что кажутся плохими, они настолько иногда бывают добрыми, потому что это у них, это чужое что-то, если мы сегодня научились так думать, так мыслить, так относиться друг к другу, нам было просто помогать друг другу войти во спасение, а так раз обидел, два обидел, я знаю таких братьев, таких шестер, они такие быстрые на язык, быстрые плакать, ну прости, 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 вот, и одно быстрое, другое быстро, да, есть такие, которые не пробьешь, он же если что-то взял в голову, то не вышибешь оттуда, он будет на своем стоять, свое доказывать, есть и такие, которые не доходят, что-то неправильное поведение, но есть такие, которые и вспыльчивые, и в то же самое время быстро просят прощения, и мы сейчас говорим, а сколько прощать можно, уже в конце концов, хватит в конце концов, поэтому просто как-то я не ожидал, что я на этом буду останавливаться долго, но я хотел бы, чтобы вот эти твердыни нашего разума, они были еще разрушены в нашем сердце, чтобы мы немножко по-другому смотрели на те обстоятельства, на людей, которые задействованы в этих обстоятельствах, ну и немножко по-другому относились друг к другу, по-другому относились друг к другу, и здесь Писание говорит, что ибо ярмо, ярмо те хотят, иго, а потом есть ярмо, вот иго, ярмо, и что еще бремя, вот ярмо накладывает, это злая властвующая сила, оно по-другому еще называется хомут, хомут, вы кто жил в деревне знаете, сколь мы имели дело, хомут укладывает на голову, и еще есть узы ярма, знаете, есть такой ремешок, которым хомут закрепляют, чтобы он шеей не сводился, знаете, наверное, кто в деревне жил, вот как раз-то вот этими узами является грех сделанный, сделанный грех, и покуда не уйдешь из-под власти дьявола и не скажешь ему хотя бы что имею в виду уйдешь, перестанешь ему подчиняться и думаешь, что это нормально, скажешь, Господи, прости мне грехи мои, и когда Господь прощает, эти узы разрывать, тогда можно хомут снять, а вы знаете, для чего хомут у лошади, чтобы было за что телегу зацепить, чтобы было бремя на чем нести, без этого уж не бывает, поэтому я просто не обращаю на это внимание, потому что я тут зацепился за это, ибо я взял слово ярмо только, а уже если ярмо, то без их не бывает ярма, а если есть ярмо наложенное, и есть узы, иначе люди сбросили бы их, а если уже есть ярмо и узы, то уже будет и поклажа, которую ты везешь, и никак не можешь скинуть, ее можно только тогда сбросить, когда уйдешь под власть дьявола, говорит, разреши узы ярма, помните, разреши узы ярма, назови грехом, я имею в виду сделанных, и покайся, и тогда бремя снимется, а по-другому нельзя, мы хотели бы снять бремя, но не трогать всего остального, ничего не получится, без этого ничего не получится, и как раз в этой 9 главе Исаии Господь об этом и говорит, ибо ярмо, тяготивший его, и жест, поражавший его, и трость притеснили, ты сокрушишь, как в день Мадиама, ибо всякая обувь воина во время брани, и одежда обогренная кровой будет отдана на сожжение, я в прошлый раз об этом говорил, я уже сегодня не буду останавливаться, просто я немножко остановился на этом ярме, то, что для нас сегодня важно, чтобы правильно понимать, что происходит, в пищу огню, ибо младенец родился нам, сын дан нам, вот я обращал внимание, дан, если бы мы ему даны, здесь совсем по-другому стоял бы вопрос, значит, у нас нет выбора тогда, мы ему отданы, он сильный, и все, а здесь он дан нам, и я с ним поступаю, как хочу, могу принять его спасение, могу отвергнуть, могу поклониться ему, а могу клеветать на него, он дан, уже в последствии будет разговор совсем по-другому, когда придет день определенный, а пока что он дан нам, хотим мы ходить в собрание, ходим, не хотим, за руки держать не будет, Бог будет убеждать, показывая, что без него не пройдешь, но уже если очень сильно захочешь уйти, никто держать не станет, и Бог не будет держать, пожалуйста, хотя когда мы молимся за наших близких и родных, и даже они хотят, то Бог по нашим молитвам что-то делает дополнительное, и тем не менее не будет ломать, его часто убеждения очень сильные, действуют очень сильно, но тем не менее он, значит, порабощать волю нашу не будет, она у нас остается, он дан нам, сын дан нам, владычество на раменах его, рамяна а то плечи, а признак владычества, это погоны, как часто мы сегодня видим, это признак власти, рамяна а то плечи, владычество на раменах его, имя чудное, и действительно, если останавливаться на этом, то люди тоже много помогают, много добрых людей на земле, и хорошо хотят помочь, но есть предел человеческим возможностям, а дальше нужны чудеса, то вот как раз то Христос и является чудным, до определенного времени, почему Бог иногда допускает до каких-то крайностей, до очень тяжелых положений, чтобы показать людям, что Он есть Бог чудес, что Он не подчиняется нашим материальным законам, чудный, но чтобы Бог явил чудо, то как правило кому-то приходится быть в очень честных обстоятельствах, и вы знаете много чудес, которые Господь совершил при жизни на земле, но они были связаны как правило с болезнями, с одержимостью, с тупиковыми ситуациями, когда никто из людей уже помочь не мог, там уже не шли сына наинской вдовы, уже мертвый был, там Лазар вызвал из гроба, там еще что-то было, можете вспомнить, когда нужны были чудеса, и одно из чудес, на которые я сегодня обращу внимания, он есть чудный, это было насыщение хлебами тех пяти тысяч, помните? И на что я хочу сегодня обратить внимание, когда ученики сказали, отпусти их, чтобы они пошли и купили себе пищи, помните, что Господь сказал, не надо им идти, и дальше что сказал, вы дайте им есть, на сегодняшний день довольно глубокий смысл заложен, пустить людей искать пищу, они себе найдут, кто во что гораст, а с духовной стороны, нам очень хочется, чтобы люди получали пищу здоровую, поэтому Писание говорит, вы им дайте есть, не разрешайте им ходить по всем полям искать этой пищи, потому что если они накормят они голодные, они будут искать, очень часто ищут радости, ищут вдохновения, и часто не задумываются, откуда оно, лишь бы получить, то Писание говорит, вы им дайте есть, и это тоже своего рода чудо, чудный, советник, почему советник, вы скажете, что советов много людей дают, и иногда хорошие советы бывают, но если Бог дает советы, или сам лично, или через людей, то эти советы будут способствовать приближению к святой вечности, да и вообще, есть такие ситуации жизненные, когда не зная будущего, не сможешь дать полноценного совета, смотря вперед на один шаг, не видишь, что дальше, вы помните, собрались израильтяне в Египет бежать, там война, а в Египте есть хлеб, Господь говорит, не ходите туда, уже через пару лет я этот Египет отдам цару Вилонскому на истребление, и вы там окажется, вот вы не ходите, вам кажется, что там нормально, хорошо, но вы же не видите, что впереди ожидает, и будучи близорукими духовно, взяли, ну и наверное, кто поверил, не пошел, а кто не поверил, пошел в Египет, да, через пару лет царь пошел туда, в награду за то, что осадные работы там царь Вилонский вел, притчиры, я ему отдаю награду Египет, они собрались туда бежать, спасаться, не ходите туда, он советник, вот с этой точки зрения я имею ввиду, советник, который дает советы, которые будут действенны не только на сегодня, но и на завтра, и на после завтра, до конца жизни будут верны эти советы, советник, Бог крепкий, вы знаете, что никто Бога еще не победил, я уже не буду останавливаться об этой крепости говорить, потому что я и не расскажу о ней, о Боге нельзя рассказать все, потому что мы не знаем о нем всего, а вот то, что знаем, да, что крепкий, отец вечности, вот что самое главное, он рождает людей для вечности, потому что впереди у каждого человека живут, что на земле вечность, и у тех, которые сегодня поклоняются Богу, и у тех, которые не поклоняются, только эти две вечности очень разные, и я не раз повторял, это было великое благо, если бы вечности не было для неверующих людей, как говорят, закопали, тело где-то сгнило, и ничего больше нет, это было великое счастье, но все дело в том, что есть вечность, и для одних, и для других, и сегодня уже ученые доказывают, что смерть человека это переход на другой уровень существования, мне говорят, что да, доказывают, сопротивляется кто-то до сегодняшнего дня, ну, довольно серьезные исследования, да, смертью не кончается жизнь, говорят, есть другая форма обитания, есть другой уровень существования, правда, ничего не делают, чтобы вот этот уровень был, ну, со святыми, проводить жизнь на этом уровне, но тем не менее, уже приходит в голову, что все-таки не все так просто, да и вообще, закон сохранения материи, что говорит, я уже давно-давно учился в школе, ну, что ничто не исчезает никуда, оно просто преобразуется в другую форму, раскладывается на различные элементы, чтобы исчезнуть полностью, исчезло и нету, не бывает такого, не бывает такого, а человек исчезнету, считаю, что бывает, и здесь не бывает такого, даже если с этой точки зрения рассматривать проблему вечности, то мы должны благодарить Господа, что Он для нас является Отец Вечности и Князь мира, ну, какого мира? Конечно, имеется в виду здесь более мир духовный, взаимоотношения друг с другом, потому что в отношении вот этого мира то Христос Дьявол назвал князем этого мира. Вот идет князь мира и во мне не имеет ничего, а Бог имеет в виду или ведет речь о мире внутреннем, о характере, о взаимоотношении, и Он есть князь мира, и если даже он где-то ведет войну с кем-то, то только для того, чтобы поставить мир и порядок, Он не ведет войны, чтобы разжечь их. Иногда Богу приходится воевать с нами. И Он не один раз говорил, я говорю, сам буду воевать против них. для для Чтобы впредь этих войн не было, смирить, чтобы был мир и порядок, чтобы был. Отец вечности, князь мира, умножение владычества его и мира, нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Вот это нет предела, это говорит о том, что сколько бы мы не жили на земле, все время будем совершенствоваться. И потолка то совершенства нету. Может быть, для земли, для каждого человека есть некий уровень, который он должен достигнуть, чтобы по счастливу питать все богатство вечности. Ведь по сути дела здесь на земле мы не можем достигнуть того уровня высокого, что в вечности. Писание прямо об этом говорит. Вы помните это место священного писания, а я его постараюсь процитировать, говорит, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, что больше. его. По сути дела, если говорить таким языком условным, вот здесь на земле, мы просто формируем как некие емкости, которые нужно будет принять то безмерное вечное. Вот тут и нечто похожее происходит, как этот маленький человек начинается, живет в шеве матери 9 месяцев. и он рождается для жизни на земле беспомощным, но у него есть ручки, ножки, глазки, ушки, да? А дальше это уже развивается здесь на земле. Но чтобы прийти на землю, уже если человек родился инвалидом, то никогда уже эта ручка не растет на земле, правда? будет развиваться то, что сформировано внутри. Поэтому то, что сформировано здесь у нас, на нашей земле, оно наполнится глубиной вечности, там вечности. А здесь есть уровень определенный. Ну а там, наверное, действительно, вот это то, о чем сегодня здесь написано, нет предела. Нет предела на престоле Давида. Поэтому когда-то кто-то помню очень сильно переживал, что неверующий человек, а что мы будем делать в всю вечность, если будем жить в всю вечность? Скучно будет. Он говорит, на земле здесь, ну, есть потолок какой-то, это правда, на земле есть потолок, когда не будешь развиваться безгранично. Потому что написано так, одному дано на 30, другому на 60, третьему на 100. Никуда ты этого не денешься. Но уже для вечности мы не знаем этой вечности. И вот забота, а что я буду делать, скучно будет. То Писание здесь говорит, совершенствования нет предела. Я, кажется, когда как-то сказал так, говорю, да если Бог проведет нас по всем этим мирам, которые у него созданы, на экскурсию поведет, то миллионы лет пройдет, покуда все просмотрим. А там дальше новое что-то образует, и опять столько, что не будет скучно. Вот дьявол пугает людей вот такими вот, а что делать там будет в вечности? жить, 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 скучно будет. Писание здесь говорит, намек делает, здесь, конечно, не та тема, о которой я теперь говорю, но вот то, что Бог делает, нет предела, нет предела. Умножение владычества и мира нет предела на престоле Давида, даже на престоле Давида, даже то, что касается земли, и в царстве его, что ему утвердить, его, копить его судом и правдою отныне и до века. Вот два момента, которые надо отметить, как Господь утверждает царство. Ну, а на сегодняшний день можно говорить и о нашем утверждении каком-то судом и правдою. И действительно, мы часто видим, и вера наша растет, когда мы видим, как Бог судом умеет останавливать человека. Бывает такое? Бывает. Бывает. Судом останавливает. По-другому, не понимают люди. Они думают, что это шутки с Богом, шутят просто с Богом. Судом. И чем еще? И правдою. А правда, я уже не раз говорил, мы часто употребляем слово истина и правду в одном смысле. И даже у Писания есть такое, когда слово правду употребляют в смысле истина. Но когда ставят истина и правда, то правда означает поступки, соделанные по Слову Божию и по воле Божией. Помните, говорит истину и делает что? Правду. Поэтому, когда Господь поступает по правде, а эта правда его, она заключается не только в том, чтобы по Слову общему, но и по откровению Божию предачу. Вот есть общее Слово, которое мы читаем, а есть откровение, которому называют еще, то есть личное. В чем разница в том, что в Библии очень много обетований, а мне надо выбрать, какое мне положено. А уже без откровения свыше я не могу выбрать сам. Я допустим еду куда-то, у меня целая Библия, а что говорить, на какую тему проповедовать? И мне надо выбрать. Я могу начинать с первой главы, читаться второй, с третьей и до откровения. Но мне, когда я еду в церковь, я должен конкретно знать, что надо. И Господь ложит на сердце. Вот именно вот это, вот это надо. А уже по-разному выбрать, но как по-разному выбрать? Вот поэтому вот эта правда, правдаю, она не только основана на общем Слове Божьем, но еще на личном. Вы знаете, что мы должны помогать людям, правда. Должны видеть немощных, должны видеть тех, кто испытывает недостаток острый. Но есть люди, которыми спекулировать этим. И уже тогда помогаем, мы их развращаем. И тогда уже будет эта непомощь. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Вот один действительно немощен не может, времени нет, здоровья нет, а другой хитрый. И один требует помоги, и другой требует помоги. Поэтому я должен помочь, это будет по правде. А этому не должен. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Утвердить судом и правдою. Вот не раз такое бывало. Сейчас, наверное, я редко бываю, но едут где-то из заключения и куда идут? Ну, к баптистам. Там их поплачешь, они дадут? Вот приезжают, рассказывают, того пастора знаю, того пастора знаю, того пастора знаю. Хорошо, деньги надо, я тебе отдам. А знаешь, что? Ничего ты отдавать не будешь. Ничего ты отдавать не будешь. Тебе что, надо билет? Как раз помню, один из братьев, вы слушай, на, возьми, купи ему билет. Он говорит, о, не, не, мне билет нет, мне дай деньги. Мне деньги. Я говорю, а денег я тебе не дам. Правда, пока не были именные билеты, то и так могли обманывать. Билеты взяли, потом продаст кому-то. Но и это уже узнали. Так вот, в одном случае, когда я даю человеку, который нуждается, я делаю доброе. Когда я дам тому, кто обманывает, то никакого добра в этом нет. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Правдаю. Это уже неправда. А потом будут смеяться над вами. Ты прийди поплачешь, нет, там такие верши, ты поплачешь, как говорят лопухи. Поплачут тебе, что хочешь дадут. И что обсмеют предачу? Поэтому здесь вот в этом вопросе, я помню такой случай, плачут горькими слезами. Я говорю, это было еще на грунтовой. Когда собрались мы с братьями, где-то перед собранием приходит женщина плачет горькими слезами. Погорели. Погорели. Где вы погорели? Называют за новой мышью деревню. Я говорю, хорошо, поможем. Как раз Володя ваш чылка был. Сейчас его сегодня нету здесь. Я Володя, вот адрес, говорю, а ты придешь через полчаса. А ты поедешь, Володя проверил. Он поехал, да и улиц такой не горел там никто. И она не пришла. Но она поняла, что кто ей даст. Вот пожалуйста, судом и правдой. Ну сделать бы, ну отдали бы деньги. А вы знаете, плакать умеют, так горько плачут, ну если бы не проверил, ну поверил бы на то в самом деле так. Ну умеют же так люди притворяться. Поэтому я просто имею в виду вот правда. и здесь должно быть какое-то чувство, что-то вот внутреннее, чтобы не получилось так, что обманывают. Поэтому добродетели имейте что? Рассудительность. Рассудительность и воздержание. Воздержание и терпение. Только бы это место не послужило оправданием жадности. То тоже может быть такое. Прикрылся рассудительность и вообще не дал тому, кому надо. Потому что рассудил, что не надо. Тут знаете, что палка с двух концов. Поэтому когда вот здесь написано так вот, то я понимаю, что все это делается искренно перед Господом. Никакого лицемерия, никаких, так сказать, таких лукавств никакого нет. И утверждается судом и правдой отныне и до века. Вот я обращаю внимание отныне. Если сегодня кто-то не утверждался почему-то, наоборот, разрушалась вера. Может быть, Бог не судился с кем-то, с кем хотелось бы видеть суд. Может быть, где-то были дела сделаны не по правде. Снаружи вроде по правде, а на самом деле в корне не по правде. Но как бы там ни было в прошлом, но чтобы начать что-то менять, то надо делать отныне. Вот с настоящего времени. Уже что прошло, то прошло. Вот почему писание говорит отныне и что и до века. Уже в прошлое не вернешься. По-новому жизнь не проживешь. Что прошло, то прошло. Приятные, неприятные, хорошее, нехорошее. Но отныне это вот то, что сегодня наше. время. Вот почему я не раз говорил. Самое драгоценное время это настоящее время. А оно в нашей жизни исчисляется мгновениями. И вот эти мгновения мы или приобретаем что-то для будущего, или тераем. Это будет, может быть, не один раз эта мысль, которая повторялась. Вот в нашей жизни есть прошлое время, настоящее и будущее. Над прошлым мы уже не властны. А будущее тоже не наше. А наше вот то сегодняшнее, вот теперь оно наше. И оно формирует будущее. Хотя влияние оказало и прошлое на нас, на наш характер, но самое ценное настоящее и уже сегодня. Ну, пожалуйста, мы на 7 часов собрались и мы уже отняли у будущего времени сколько час и 10 минут и отправили в прошлое. А уже что взяли, это другой вопрос. Или потеряли и не вернешь, или прибыли для будущего оружия. Вот потому наше настоящее это мгновение. Хотя мы еще называем настоящим временем жизнь нашу сегодняшнюю, но если поглубже копнуть сегодня, то вот настоящее это мгновение исчисляется. Отнимается от будущего, отправляется в прошлое. И вот прожил я, допустим, 62 года, значит, забрал у будущего и отправил в прошлое. А уже осталось немножечко впереди там. Поэтому давайте ценить настоящим, чтобы сидеть здесь в молитвенном доме, не думать лишь бы о чем. И только иногда, как все равно где-то прорывается что-то, а так мысли были чем-то заняты, это потрашивает напрасное время. А вот когда оно было вложено настоящее вслушание Слова Господня, оно принималось, оно обогащает это коротенькое, коротенькое настоящее. И потому здесь написано, еще раз прочитаю этот текст, умножению владычества его мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Вот на что надо обратить внимание, я просто на это обращал внимание, на ревность. На сегодняшний день, если уже говорить по большому счету, мы сегодня имеем все. И может быть в несколько раз живем лучше, чем жили наши отцы. И если сегодня у нас есть неудачи, то только потому, что где-то потеряли ревность о Господе. Когда теряется ревность, ничего не получится. И здесь писали вот ревность Господа Саваофа соделает это. Здесь Господь имел ввиду о своей работе, а я обращаю внимание на нашу работу. на наш путь жизненный. Цели разные, о разных вещах идет речь, но если отнять ревность у нас, то и мы своего не достигнем. Вот как раз эта проблема номер один. Для многих из нас потеря ревности. Я говорил когда-то потеря жертвенности. Это два момента, которые утирявши, мы ничего не сможем приобрести. Не будет духовного роста. Это не так, но просто вернуть ревность. Когда народ израильский утирал ревность, то что Бог сделал? Он их оставил и начал спасать язычников. И Павел объясняет какая дорогая цена. Миллионы евреев остались вне спасения. Павел говорит, чтобы возбудить ревность хотя бы у некоторых. Ну как это так? Мы дети Авраама и не спасенные, а эти язычники спасаются, которые правой руки от левой отличить не могли в духовном смысле соврать. Может ревность возбужу их. Наверное, сегодня Бог часто берет в удел тех людей, которые только что пришли к Господу, чтобы возбудить ревности, которые 40 лет и ни рыба, ни мясо. Вы меня поняли? Но они тогда обижаются, говорят, ну как так? Почему его? Ну как это может быть? Я столько лет... Не может быть, что он что-то имел. Может быть. Если ты утирал или утирала ревность, может быть. А что толку тебе давать что-то, когда нету ревности той, что надо? Нету того желания, которое было? И может быть, действительно, Господь таким образом и пытается ревность какую-то, здоровую ревность иметь, потому что есть ревность нездоровая, есть ревность демоническая, когда люди вред друг другу делают, а то не та ревность. Это не совсем тот дух, который надо. Поэтому здесь тоже надо думать о ревности. Что это за ревность? Если из ревности помогать хочешь, человеку хорошо было, то это нормальная ревность. Если клевещешь, то это ненормальная ревность. И такие ревнивые люди не ценят Богом, но для дьявола это ценные люди. Они что хотят делать из такой ревности? ревность 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 Господь хочет, обратили внимание и спросили у него Господи, а почему у меня вот эти неудачи? Что я не так делаю, как надо? Заболели. Ну, простой пример. Простой пример. Начинаем пить ашпирин. Не получается. Надо что-то посильнее. Не получается так, получится так. Ага. Не получается с таблетками. Надо уколы. Вот как они делали. Я не говорю, что этого не надо. Я говорю, вот о чем. А чтобы встать на колени, Господи, а что-то со мной происходит. Почему это так? Нет этого. Вот как раз вот как раз картина вот такая. Вот у нас слушайте, как написано. Что Господь посылает на Якова на Израиле? Чтобы знал весь народ. Ефрем и жители Самары, которые с гордостью над минным сердцем говорят, кирпичи пали. Ну, почему они пали? Ну, кто разрушил? И учитывая то, что без боли Господней и волос головы не упадет. Надо ж подумать, а почему кирпичи пали? Ну, сказали, кирпичи пали, значит, все саного камня будем строить, чтобы еще покрепче было. Если каморы вырублены, заменим них кедрами, более драгоценным деревом, но все равно будем строить то, что мы наметили. Знаете, что, может не получится. И там дальше будем читать еще одно место Священное Писание. Там Господь говорил так, они построят, а я разрушу. Они опять построят, а я опять разрушу. Почему? Потому что надо подумать, а почему оно все рушится. не думать, что если что-то более основательного построю, то оно устоит. Вы знаете, что? Если Бог начинает воевать и разрушать, то нет такого материала, который устоял бы против его гнева или против его разрушения. это невозможно. это будет просто потеря времени, но если рассуждать таким плотским умом, потеря денег, кирпичи дешевле, чем тесаный камень. Но в конце ничего не получится. И Господь когда сегодня нам говорит, он говорит, вот о чем. Кто-то может подумать, что лечиться не надо. Я тоже лечусь, когда голова сильно болит. Но спрашиваю Господь, а что? А что? В чем дело? В чем проблема? Почему это так происходит? Ну и получаю где-то для отдыха, где-то как наказание, где-то по-другому. Но я должен знать, почему, по сути дела, ты мне мешаешь что-то делать? Почему это происходит в жизни? А вот здесь гордость. Гордость закрывает глаза, щелепит. Человек как щелепой прется. Ты его тормози, а он все равно пошел, на пролом идет. И гордость ощлепляет глаза, где-то написано. шлепой становится. Поэтому если в нашей жизни что-то происходит неприятное, когда приятное, наверное, мы не так особо и думаем. Вот неприятное, болезненное, трудное, то первый вопрос, который должен стоять, не о том, чтобы смириться, ну, раз так, пусть так, господи, а в чем проблема, в чем дело, испытание или это, или путь избран неправильно, почему не получается? И здесь вот как раз об упрямстве народа написано. «И Господь говорит, чтобы знал весь народ Ефреем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, кирпичи пали, построим исчезанного камня, щекаморы вырублены, заменим их кедрами». Где-то кто-то когда-то сказал, я слышал такое, когда рухнули эти башни близнецы в Америке, это когда-то Дамит Петербург говорил, что он, на самом деле Бог хотел, чтобы к Богу обратилась Америка, но они не обратились, сказали, построим еще лучшее. Вот как раз вот такой вот путь, который люди избирают всегда. Не думают, а как, Господи, чтобы ты не разрушал, а вот отрухнули, лучшее будем строить, более крепкие будем строить и так далее, и так далее. Кирпичи пали, построим исчезанного камня, щекаморы вырублены, заменим их кедрами. И вот дальше что Господь говорит. И возвинет Господь против него врагу. Рецина и неприятеля его вооружит. Рецин означает твердый. Вы знаете, что сегодня вся политика с точки зрения Бога, она вращается вокруг церкви. Мы думаем, Америка центр всей земли, кто-то думает, Евросоюз центр всей земли, кто-то считает, что Россия центр земли, а на самом деле церковь центр земли. И когда церковь не на своем месте находится, то делается твердое решение, чтобы прижать хорошо, чтобы начали плакать и молиться. Это довольно твердое решение, чтобы обращались к Господу. Здесь написано, враву рецина и неприятели выражают, сириян с востока, а филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. Про всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Вот они говорят как? Кирпичи палли из чешного камня. Секаморы не устояли с кедрами. А Господь говорит, а я вот что сделаю. А Рецин это сирийский царь. Он твердое решение сделал. И Бог часто делает дело не своими руками собственными. Он мог бы землетрясением это сделать, а через людей. Твердое решение конкретное. Шириян высокая страна переводится. Ширия высокая страна. Вы знаете, чем сегодня дьявол и люди воюют с верой, с христианством? Высокими стандартами человеческими. И прежде всего это материальное обеспечение. и сегодня если посмотреть, оно на довольно высоком уровне. На довольно высоком уровне. Я слышал этого, говорят, зачем сегодня дары и стель, когда медицина на высшем уровне. И правда, медицина не на низком уровне сегодня, на довольно высоком. Но есть потолок, Но есть потолок, который все равно не пройдет. Какой потолок? А очень простой. Мы все сводим к материи. Знаете, сегодня есть такая нанотехнология. Я когда-то говорил немножечко. Когда-то такие микронные доли, емкости такие маленькие. Хотя, значит, чистить сосуды вот этой пылью мелкой, которая проникает через кожу кругом. То есть, оздоровлять организм. Но как бы его кто не оздоровлял, если даже это будет, отнимет Бог дух, и что? И все эти сосудики очищенные, а не работает ничего. Потому что дело-то не в материи. Ну да, сегодня так построено все. Что обычно люди умирают, разрушается вот эта оболочка. Но вы, наверное, видели не один раз такое явление. Один почти здоровый. Шел-шел, упал и нету. А другой изъеденный весь и живет. И живет. Я часто со своей сестры, ну как, я не насмехаюсь, мы с ней говорим открыто. С Марии старшей, которая живет. Она уже позвонит иногда и говорит, я пойду туда. Но я скоро помру. Говорит, знаешь, ты с 18 лет умираешь, никак умереть не можешь. Уже в 80 в этом году. Я уже помню, где-то 18 лет было. Я помню, маленький был. Ну, готовились хоронить. Как, значит, где этот гроб заказать, где что, умирала. И живет. А другой отца, вот видишь, говорит, помните в Бресте, где-то на крещении, совершенно здоровый. Пал и нету. И врачи так и не нашли причины. Потому что дело не в материальной стороне. Господь сказал Духу Человеческому, возвратись и все. Пожалуйста, вы чистите, сердце пересаживаете, мозги пересаживаете. Но когда Бог отнял Дух, они не будут работать. Оно не будет работать ничего. И потому вот это высокое человечество, оно пытается подменить Божие. Потому что в конце концов дело будет за Богом. Скажет да, будет да. Скажет нет, будет нет. А между прочим, сегодня люди часто на этом спотыкаются, соблазняются. Я помню, когда-то, я уже не помню этого брата. Это я на диске смотрел. Я его вообще так неплохо знаю. Когда где-то там Бог предупреждал, что авария будет с самолета. А американка убеждала, что как, самолет, Боинг. Да несколько раз так сказать, все это продублировано. Да никогда они не падали. Он молится, переживает. Она говорит, да перестаньте переживать. А потом аварию терпит самолет. Я говорю, для чего этот пример привел? Вот как часто люди, видя все-таки, сегодня прогресс есть прогресс. Сегодня не сравнишь то, что было раньше. В самом деле. Но все вот эти достижения, по сравнению с тем, чем Бог обладает, они ничто. И вы помните, нехто один из малых пророков, он сказал так. Вы восхищаетесь ничтожными вещами. А говорите, мы приобрели себе могущество. Вот это могущество сегодняшнее. Перед Богом ничтожные вещи. Это детские игрушки. Для нас это да. И не поймешь, как это все работает. Чем более, когда совершенно... Ну, как это так? Со спутника этот самый навигатор ведет себя куда-то, указывает. Ну, как это понять? Ну, он ведет. А для Бога это игрушки. Это детские игрушки самые настоящие. Поэтому, вот здесь Господь напоминает. Возьми против него врагов рыцена. Неприятели вооружит. Шириян с востока. Филистимлян с запада. И будут они пожрать Израиля полным ртом. Вы знаете, здесь интересное вот такое место в Священном Писании. Будут пожрать Израиля полным ртом. Но, наверное, мы понимаем, это не полное существование, как субстарелки. А просто поглощать их учениями, своими достижениями. Они тогда начинают от Бога отвращаться. Они уже не становятся народом Божиим, какими должны быть в уповании на Бога. Чужие становятся. И вот что здесь подмечено? С юности. Говорит, с востока. Шириян с востока. Ну, на востоке начинает день сходить. Солнце сходит на востоке. Начало жизни. И как сегодня вот эта твердая, высокая страна? Как сегодня родители? Родился ребенок. Что хочет дать ему? Образование. Потому что впереди жизнь. Дать ему профессию. Чтобы говорить, как не с лопатой ходил. Чтобы головой работал. Чтобы не руками, а интеллектуальным человек был. И так далее, и так далее. Ну, готовиться для жизни. С самого детства. Почему? Говорит, жизнь впереди. Надо думать. И действительно, очень много людей склонились от Бога. Не смогли гармонии выдержать. Чтоб получить то и другое. Уклонились очень сильно в одну сторону. И потеряли благословение Божие. Ну, и филистинлян с запада. А уже с запада запад. Это конец жизни. Говорит, скорее жить надо. Жизнь прожита. Надо хоть как-нибудь благами воспользоваться цивилизацией. И сколько человек не живет на земле. С юности и в старости. Как правило, голова направлена на какие-то материальные части нашей жизни. И люди уклоняются. На смерть собирает очень много. Я не говорю, что этого не надо. Наверное, столь много, что оно и не надо. И не надо. Могло пойти куда-то, ну, более, ну, разумно где-то распределено. Но оно не туда шло, куда надо. Почему? Готовили, жили с юности и до старости. И пожирают полным ртом. Потом приходит время. Ну, говорит, ну, сестра, ну, не надо вот так. Ай, говорит, уже поздно мне освящать. Это уже как-нибудь. Что, всем будет, то и мне. Но это то и мне не ограничение плоти. Это свобода для плоти. Вот в чем дело все. Ну, сказала, пусть еще будет, значит, мне, как и всем. Да себе ограничено в чем-нибудь. К святости. Да к ней. К ней. Вместо того, чтобы молиться. Телевизор громит все время. Человек уже действительно одной ногой в могиле стоит. А Новый год встречает не на коленях, а там где-то что-то. Пожалуйста. Пожирают полным ртом. Пожирают полным ртом. Спешат люди. Но спешат взять материальное, а не то духовное, что Бог предлагает. И Господь что-то увидел и подупреждал. Я опять возвращаюсь назад, чтобы знал весь народ. И дальше перечисляется все то, что Бог хочет донести до сердца человека. Филистинлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. Ну, полным ртом еще означает, что будут делать это зло с удовольствием. Полным ртом. Полным ртом едят то, что приятно. Ну, естественно, вредить будут народу Божию. Пожирать полным ртом будут. Откроют все эти источники. Очень интересно. Когда я читал недавно, вот время, когда Моисей выводил свой народ из Египта. Там была одна из казней, когда из рек Господь вывел жаб на поверхность земли. Помните? Жаб на поверхность земли вывел. И жабы – это символ злых, нечистых духов. Помните, в откровении Иоанна. Видел, кажется, трех духов нечистых, подобных жабам. И вот они пошли, интересно, пошли на поле, пошли в дома, пошли на кровати, пошли в квашни. Помните, там где-то… С чем моментом, дома перечитайте, куда они пошли? Через непослушание, кстати. Отпусти народу, он не послушал. Жаб на виду. И пошли на поля, дома, печи, квашни, на кровати и так далее, и так далее, и так далее. Вот там Слава сейчас найдет там это местописание. Для себя, наверное. Просто дома перечитайте, посмотрите. Как оно все работает. Как оно все действует. А вот здесь как раз Бог говорит, а люди упорствуют. А люди упорствуют. И, как следствие, конечно, дьявол имеет часть в жизни тогда. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. И 13 стих. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. Вот причина, почему гнев не отменяется. Господь делает. Посылает к казни. И здесь Писание говорит так. Не отвратится гнев его, и рука ее еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его. Вот Господь хотел. После того, как была исчерпана мера словами, милосердием, он начинает действовать другим способом. И люди получают эти удары, но не догадываются или не хотят обратиться к Богу. И вы знаете, что? Сегодня есть много моментов в жизни людей, когда они терпят неприятности, болезни, проблемы. Я часто говорю так. Бьет же всякого сына, которого принимает. Чего он хочет добиться? Он знает, чего хочет добиться. Изменения. И покуда он не добьется изменения, он не будет отменять ничего. А если ответит на полпутия, то значит, что оставлены. А это уже все. Такой человек может спокойно сидеть в собрании, его ничто не тревожит. Он удивляет, что люди чего-то ищут, сами не знают, что вы ищут. А мне говорят, что все хорошо. Меня совесть не судит, ничего не судит. Это очень тяжелое состояние. Это прекрасное состояние. Если совесть не судит, греха нет. Но когда есть нарушение, и совесть не судит спокойно, это плохо. Это, скорее всего, оставлены и поставлены в сторону. А это самое худшее, что только может быть. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы понимали вот эту работу Господнюю, ну и ориентировались в своем отношении к Господу. Может быть, надо обратиться, может быть, надо постоять, накалить, да узнать Господь, что ты от меня хочешь, что ты от меня требуешь. Но не пытаться плотскими методами вылезть из той явы, в которой находишься. Не вылезешь все равно. А если вылезешь, пользы мало. Будешь не готов к вечности святой. А это какая польза? Сегодня любой из нас, я вижу, что здесь молодых особо нету. Я не раз эту мысль повторял. Наверное, здесь, ну, за редким исключением, значит, может быть, есть люди, которые еще половину жизни прожили только, еще, как я говорю, в гору поднимаются. А в общем-то уже с горы, уже с горы. Кто только что перевалил эту вершину, кто уже у подножия стоит. Ну и какой смысл? Если Бог свою работу не доведет до конца, это будет такой большой ущерб, такая большая ошибка, неисправимая, которую нельзя будет исправить. Поэтому пусть Господь поможет сегодня нам, если мы, слушая эту Слову, себя находим именно вот в похожей ситуации, чтобы не противиться, не воевать. Ощемерится Господь. Что? Что ты скажешь, мне буду делать? И я не думаю, что Бог что-то посоветует, что мы не можем делать. Вот я иногда слышу, Бог говорит, вот то-то, то-то тебе надо. Говорит, а я не могу. А я тогда не могу сказать, что Бог ошибся. Просто надо тебе сказать, тогда не хочу, а не могу. Бог никогда. Я могу кому-то предложить что-то, что вы не можете. Я и потенциала вашего не знаю. Вы моего не знаете. Можете мне предложить то, что я не могу. Это может быть. Но Бог никогда не предлагает то, что человек не может. Он дает по силам. И поэтому надо говорить, не хочу, а не не могу. Но народ не обращается к бьющему его. И к Господу Савоофу не прибегает. И отщечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Даже идет толкование, что это значит. Старец и знатный – это голова. А пророк, лжеучитель, и есть хвост. Интересно вот это место Священного Писания. Отщечет Господь. Во-первых, отщечет. Отщечет – это больно. Отщечет – это больно. Мы живые люди понимаем. Что такое отщечет? И кого отщечет? Голову и хвост, пальму и трость. Старец и знатный – это голова. Ну, знатные люди, как правило, они и знатные, потому что есть какой-то потенциал внутренний. Это или в области науки, или в области образования какого-то, или что-то. Знатным так просто не станешь. Чтобы стать знатным. Но, может быть, если мы имеем в виду богатство, то, может быть, кто-то знатный из-за родителей. А, в общем-то, когда здесь знатный, ну, что-то есть такое, что делает человека высоким среди народа. И Господь здесь говорит, я таких людей отниму, не будет у вас их. У вас их не будет. Вот эти знатные. Отниму их. Потому что Бог дает знания. Бог дает способности. И так как народ не обращается к Богу, то Господь говорит, я накажу вас. Не будет разумных людей и вас, которые разумные законы создали бы, через которые можно было бы добиться успеха. Старец и знатный. Старец – это опыт. Старец уже по силам – это уже человек, ну, который пользы большой не пронесет. И если он пронесет пользу, потому что опыт есть, положительный опыт, хотя к этому опыту всегда надо и что водительство Божие, это само собой, я это никогда не ставлю в сторону. Но Господь здесь говорит, вот за то, что они к Господу не прибегают, мало того, чтобы эти цари пойдут воевать, но не будет сидеть у народа, который даже в войне правильные решения не сможет сделать. Старец и знатный. Вы знаете, чтобы воевать, надо опыт и надо все-таки разумение определенное. Так просто не повоюешь, потому что это раньше, может, кулачные бои были, но на сегодняшний день уже совсем другое. Это вот тактика, это еще что-то, это политика, это головы работает очень много. Господь говорит, а я отниму всех этих людей. И вы раньше читали, помните, я дам им отраков у начальники, дети будут командовать. Оно же перекликается с тем, вот что здесь написано. Вот не будет вот этих пожилых, отниму их. Старец и знатный, это голова. А пророк и лжеучитель есть хвост. Вот здесь вот может быть непонятно, а при чем есть пророк и лжеучитель? Да и вообще их нам не надо. А все дело в том, что часто эти пророки и лжеучители, они на материальное благо направляют, к материальному успеху. Когда-то под Лунинцем, мне рассказывали раньше, жил один колдун. У него был дом полная чаша. Потому что, хотя здесь пророк и лжеучитель не совсем колдун, я просто взял вот из этого мира личность, у него все было. и он покаялся. Где-то, говорят, в течение двух месяцев дьявол забрал все. Погорело все, пожары один за другим. Он стал бедный. И вот Господь говорит, чтобы вы не обольщались этим материальным, то я даже вот их отниму от вас. они вас материальные уводят. Они учат, как материальное благо приобрести. А для человека мирского и плотского им больше ничего не надо. Господь говорит, чтобы вас спасти, я и эту вас заберу. Хотя кажется, это же демоническое. Ну вот, послушайте, а пророк и лжеучитель есть хвост. И Господь вот что сказал, старайте знатно голова, отчеку, и пророк и лжеучителя заберу. Ни с той, ни с другой стороны материального достатка не получите. И Господь может так делать. И вожди, с чего народа, уведут его в заблуждение. И водимы ими погибнут. И поэтому о юношах его, 17 стих читаю, не порадуется Господь. И широт его, и вдов его не помилует. Ибо все они лицемеры, и злодеи, и уставщие говорить нечестиво. Вот смотрите. Широты и вдовы это та категория людей, за которым Господь очень внимательно наблюдает. и готов им оказать всякую поддержку. Вы помните, даже в свое время, когда была беседа с апостолом Павлом, то был разговор о том, чтобы поддерживать широт и вдов. Помните? Истинное благочестие есть то, чтобы презирать широт и вдов в их скорбях и хранить себя несправленным от мира. И Павелу это предлагали, и Павел не отказался. А здесь Господь, о нем написано так, он отец широт и судья вдов. Но, вот здесь одно место интересное. А юноши, говорю, не порадуется Господь, широт и долго не помилует. Почему? Ибо все они лицемеры и злодеи и уставшие говорить нечестиво. Несмотря на то, что говорят, что обиженные люди, но все лицемеры, злодеи, говорят нечестиво, поддержки не будет. Поддержки не будет. При всем этом не отвратится гнев его и рука его еще прощерта. Смотрите, и здесь не останавливаются люди. Вот насколько упрямство людское. Ибо беззаконие, как огонь разгорелось. Вот Господь все это делает, чтобы люди становились в своем беззаконии. А беззаконие разгорается, как огонь, наоборот. Пожирает черновник и колючий кустарник и пылает в чашках леса и поднимаются столбы дыма. Конечно же, режь не идет о лесе. Вот, естественно. О людях, которые, как черны, колючие. Вы помните, кто-то из малых пророков, вот мгновенно трудно сообразить, кто это, но там написано, лучше из них, как черн. Это у Михея написано. Лучше из них, как черн. И справедливые, хуже колючей изгороди. Вот до чего люди могут дойти. Лучше из них, значит, еще худшие есть. Как черн. И справедливые, хуже колючей изгороди. День провозьмите, кутое, посещение твое наступает, но не посещение смятения. А тут не про комихе, я просто вспомнил, сейчас где-то написано. Можете найти после дома, если будет интересно. «И пылают в шашках леса, и поднимаются столбы дыма». Ну, конечно, что такое дым? Это не дым в этом полном смысле слова, а последствия отдела сделанных, которые как дым глаза закрывают. Слезятся глаза от того, что мы слышим часто и что видим. «Ярость Господа Савофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня, не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей». Люди, такое отношение друг к другу. Но уже без пятнадцати просто говорить о мышцах это определенная тема, я просто не хочу разрывать ее. Кто такие мышцы, которые люди сидают сами, сами свои мышцы. Пусть Господь благословит нас, чтобы на следующий разбор Господь нас благословил, сохранил наше здоровье, дал нам время, чтобы нам еще больше углубиться в Слово Господне, чтобы в нашей жизни никогда не произошло того, что произошло в свое время в этом народе, народе израильском. Да благословит нас всех, Господь. Аминь. Слово Господь. Слово Господь.